Заседание законодательного собрания Нижегородской области может смело претендовать на рекорд. Депутаты щелкали вопросы, как орешки. В самом начале даже без доклада министра финансов приняли решение увеличить дефицит областного бюджета. Ни много ни мало, а на целый миллиард рублей. Меры сказали вынужденные. Деньги пойдут на софинансирование федеральных программ, в большей части по линии сельского хозяйства. У нас где-то порядка 450 миллионов федеральных и 108 наших средств пойдет на поддержку АПК. Часть средств пойдет на волновое переселение граждан аварийного фонда. Часть средств пойдет на решение вопросов обеспечения в детских садах, на строительство перинатального центра. Взяв в начале хороший темп, депутатский корпус притормозил на вопросе предоставления финансовой поддержки продавцам народных художественных промыслов. Мнения депутатов разошлись. Кохламские матрешки это что, бизнес или все же искусство? И есть ли смысл поддерживать работоспособность сувенирного магазина для туристов в Кремле, если с 1 мая вход в этот самый Кремль для них станет платным? В итоге решили проект закона в первом чтении принять, а сам проект доработать. Даже сам факт наличия в центре города магазинов, торгующих товарами народных художественных промыслов, это важный маркетинговый элемент в стратегии продвижения этих товаров. Рассмотрев в быстром темпе еще несколько законопроектов, парламент вновь углубился в дискуссии. На сей раз коммунисты выступили с инициативой об отделении 120 миллионов рублей на поддержку детей войны. Но депутаты так и не смогли прийти к единому мнению. Кого считать ребенком войны, а кого нет? Проект закона большинством голосов отклонили. Правда спикер регионального парламента случайно проголосовал за, из-за чего потом пришлось даже перед коллегами извиняться. Коммунисты махнули на такое решение рукой и пообещали дойти до самого президента. На следующее заседание законодательного собрания мы выйдем с предложением обратиться от законодательного собрания области в Государственную Думу к президенту Российской Федерации с требованием, предложением разработать в конце концов и принять нормативные акты на уровне федерации, которые бы обеспечили детям войны достойную старость. Впрочем, не только депутаты-коммунисты решили обратиться за помощью к руководству страны. Депутаты намерены инициировать на федеральном уровне ужесточение контроля за спиртосодержащей продукцией. Парламент инициативу поддержал. Везде нужно бороться. Вот где продают? В аптеках, на почте. Где только не продается этот продукт. Что, разве нельзя принять меры? Я уверен, что есть главы администрации, есть руководители районов других рангов, которые принимают меры, в которых получается. После перерыва депутаты и вовсе взяли экспресс-темп по рассмотрению законопроектов. Как-никак повод есть. После заседания должен состояться прием по случаю 20-летия существования законодательной власти в Нижегородской области. Поздравить с праздником коллег приехал нижегородский сенатор Александр Вайнберг. Я считаю, что у нас одно из лучших законодателей, законодательных собраний и одни из лучших парламентариев Нижегородской области. Наверное, конечно, так будет утверждать каждый представитель в Совете Федерации. Но я говорю искренне и есть чем гордиться. Обсудив все, депутаты разошлись, чтобы в скором времени продолжить разговоры о важнейших для региона темах уже в неформальной обстановке.